Это третье видео моего дневника о том, что у меня происходило в последнее время. Чуть подзадержался, чуть больше недели прошло с того момента, как я записал последний дневник. Произошло много интересных событий. Ну, давайте сразу начинать. Итак, давайте про самое интересное, самое прикольное. Ну, первое, Телеграм наконец-таки все-таки выкатывает свой кошелек среди всех пользователей, а их 700 миллионов, поэтому даже если 5% этих людей начнут пользоваться, будет большой-большой эффект. То есть на сегодняшний момент что-то 3,5 миллиона пользователей, и если, допустим, будет 10%, то это 70 миллионов, и если 5, то это будет 35 миллионов. То есть есть вероятность того, что количество активных пользователей может увеличиваться в ближайшее время в разы. То есть не в 2 раза, не в 10%, а в разы. Может увеличиться, а может нет. Но я думаю, что сейчас начнется активный пиар, и своей репутацией, и дуров, конечно, потянет туда достаточно большое количество клиентов. Я думаю, что будет такой же быстрый эффект, как и в свое время произошло с Threads или Mets. Threads, как он там правильно произносится и называется. То есть это когда Facebook выкатил вот эту программу, похожую на Twitter. Она потом, конечно, загнулась, но эффект и новизны, и интересы привлекло много внимания, много об этом писали СМИ и так далее. Почему-то мне кажется, что такого кипиша с кошельком не произойдет, но опять же, все равно я думаю, что многие подписаны на телеграм-канал Дура, много его читают. И для них будет авторитетным сообщение, что это не просто шараж-монтаж, там что-то сделал очередной, а действительно выкатили хорошую такую фишку и будет пользоваться. И Дура будет показывать, как он пользуется, что там выплачивает и так далее. То есть это достаточно хорошая новость, причем там прошла какая-то супер-мега-глобальная конференция, которая вроде как бы на английском языке, но я как понял, там одни русские выступали. Ну то есть телеграм, что по факту все равно пока еще для русскоязычной аудитории он имеет большое значение. Ну я думаю, что все равно шаг за шагом, степ-бай-степ, все равно придет к тому, что это будет все развиваться. Опять же, риски того, что могут блокировать, риски того, что могут заблокировать у нас, все может блокировать именно какой-нибудь айфончик. Apple может блокировать телеграм на айфонах, может блокировать андроидик, может вообще там законодательно будет запрещено телеграмму, этими всеми вещами заниматься и так далее, и так далее. То есть такие законодательные ограничения. Есть ли мотивация у государства, это ограничение, конечно есть. Потому что тонн, сам по себе монета это тонн или другие криптовалюты, которые могут там использоваться, это конечно все большая конкурентная национальная валюта, рублю, доллару и прочее. И поэтому это можно и нужно будет со стороны государства все это жахнуть. Но так складываются звезды, что государства друг с другом конкурируют и в какой-то момент им проще дать возможность развиться нашему правительству, допустим, дать проще развиться тонну, чем оставлять гегемонию доллара. Они скажут, ну давай пусть тогда лучше тонн будет, чем доллар. И вот это стечение обстоятельств может привести к тому, что криптовалюта действительно разовьется. А так, конечно, все государства заинтересованы получать сеньорож от печатания денег и собирать свои налоги таким образом и получать от жизни удовольствие. В общем, по маркетингу два видео у нас по одному клиенту мы залили и все в пустоту. Почему? Потому что там везде фигурует бассейн. То есть бассейн, показалось изначально, что бассейн тема достаточно интересная. Почему? Потому что на юге у нас бассейн и крытый, ауф, прикол. Но по факту, кто там давно следит за моими изысканиями, исследованиями в YouTube Shorts, то я давно уже обнаружил бассейн и ребенок. Все, в любом формате, в любом видео, видео не будет продвигаться изначально от слова совсем. Здесь же непонятно. Либо просто канал новый перестал нагружать. И раньше, если у тебя новый канал появился, YouTube тебе как минимум три видео, какие-нибудь кривые, не кривые, он тебе нальет туда трафика. По-любому. Дальше уже тебе надо будет стараться. А здесь получается, что два новых видео и вообще никакого трафика не было налито. То есть показов не было. Даже не было понятия, какие коэффициенты и так далее. Вот это вот новые интересные изменения. Но будем тестировать. Может, надо просто мне какое-то видео обычное сделать, какое я делаю для своего канала. Выложить и посмотреть, есть ли в этом проблема или нет. Другому клиенту залили видео про флаг России. Набежали люди с Украины. Начали что-то там возникать по поводу этого флага. Прибежали люди из России и начали защищать этот флаг. В конечном итоге много комментариев. Это все привело к развитию видео. Но хоть здесь славяне с Украиной были полезны нам. Социальный ролик больше 3000 просмотров. Причем, если обычно мои ролики до 10 секунд, то в этой ситуации ролик был больше 10 секунд. По-моему, там 14 или 16. И все равно 3000 просмотров. И мне кажется, не предел. Надо смотреть выходные. Может быть, тоже по десятку зальет. Ролик о том, как плохо организована парковка в городе Ставрополь возле краевой больницы. Постоянно эвакуируют машины. Постоянно сделали еще ко всему еще. Негде было парковаться вообще. Люди парковались вторым рядом и так далее. Или каким-то образом они пытались припарковаться. Так еще и парковку сделали платным. Все бы было ничего. Эта идея была бы гениальная. Все, можно сказать. Да, так вам и надо. И вроде как бы и платный паркинг есть. Но платного парка идти с ребенком зимой на руках. Ну, допустим, метров 800 там где-то получается. Ну, еще то удовольствие. Можно было, конечно, подвезти. Папа мог бы подвезти. И можно правильно организовать. Папа мог бы подвезти ребенка к больнице, допустим. Высадить маму и дальше поехать парковаться. Может быть такая система работает? Конечно, может. Такая система работает. Вопрос заключается только в том, что большинство людей... Это краевая больница. Люди привезли из Ставрополя. Они не знают, как это все организовать. Не знают, как это все сделать. Логически ничего не понятно и так далее. В итоге пытаются парковаться как только могут. И все их эвакуируют. Можно сказать, ну так и надо. Ну так и надо. Там скорые должны приехать. Да, но может быть поставить просто патрульную полицию, которая не будет давать так парковаться. Ну, полицейский работает там все время. Все время работает. Только он молча эвакуирует машину. Вместо того, чтобы в штатик подъезжать, каждому водителю, который неправильно припарковал, сказать, давайте отсюда. Вот там есть парковка и так далее. Ну, то есть это всегда к тому, что сотрудники ДПС не предотвращают нарушения, а уже по факту наказывают. Но это понятно, что там зарабатывают люди на этом деньги, потому что частная компания, которая занимается эвакуацией машин, зарабатывает с каждой машины по 4 тысячи рублей. Все понятно, откуда ноги растут. Но самое интересное, что чуть-чуть дальше, там есть 300 на 400 метров территории, я не знаю, губернатор или мэра, но какое-то государственное учреждение, какие-то там заборы и так далее. Вот этих ребят оттуда убрать. Потому что краевая больница важная, одна из самых критичных, важных вещей в крае. Правильно? Важнее гораздо, чем интересы губернатора. Насколько я понимаю. А я понимаю, что именно так. Ему можно найти в любом другом месте помещение, где можно поработать или что там. Или вообще для чего? Я вообще не понимаю, а почему губернатору нужна вообще какая-то своя государственная недвижимость? Ну, квартиру, двушку, трешку мы можем. Всем краем скинуться ему, снять в городе. Ну, пусть там живет. Почему? У него должна быть хорома и там такие здоровые. Он что, президент страны, что ли? Или что? Я не понимаю. Ну, в общем, куча большой территорий, на которой можно парковаться. Это буквально другая сторона больницы. Но такого решения нет. Было принято решение сделать парковку еще и платной. в расчете на того, что люди будут мало стоять и уезжать. Ничего подобного. Так же все забито, так же негде припарковаться. Но еще, наверное, куча народу, которые... А парковка там автоматическая, там надо заплатить по приложению. Если ты забыл, то тебе штраф и так далее. В общем, зарабатывается очень много денег на этом. На горе простых людей. И я об этом записал небольшой социальный ролик. Там короткий, ничего из него особо не понятно. Но посмотрим, какой будет результат. А еще залетел скетч прикольный. Залетел скетч, когда Даня... Там сам, кстати, придумал эту фишку. Папа, знаешь, кто самый кислый, кто? Тот, кто живет в Кисловодске. Залетает эта фишка. Мне хотелось ее как-то придумать, как-то закончить. Какой-то интересный этот. И мы там придумали, что он должен сказать фразу. Если тебе понравилось это видео... А теперь ты оцени это видео от 0 до 10. Даня не выговорить не может, не прыгнуть не может. Постоянно косячить и так далее. И мы с ним раз 15 это видео записывали. Но все равно получилось безотходное. Потому что из этих косяков я сделал еще одну склейку. И она тоже залетела. Она уже на другом канале. Но прикольная. В общем, по маркетингу, по YouTube вот так поработали. По финансам, да. Ну, опять же, жахнули, как обычно, нас пиндосы, америкосы, шминдосы. Жахнули на тысячу долларов лично меня. Заблокированы где-то аккаунты, там, иностранные акциями, которыми я торговал через российскую юрисдикцию. Обидно, досадно, но мы отомстим, как говорится. Будет момент, мы все это запомним, мы отомстим. Благо, всего лишь тысячу долларов. Многие, наверное, попали на гораздо большую сумму. Ментально чуть подустал на этой неделе. Вчера вообще пошли кальян курить. Ни кальян не хотелось курить, ни телефон смотреть, ничего. Такое настроение было просто жестко. Сегодня гораздо лучше. Все, опять же, в сравнении. Все, все производится в сравнении. Что у нас еще? Ну, план был у нас, опять же, в центре управления. Немножко навести порядок. Чуть навел, но не до конца. Проработать глубже тему создания управляющей компании. Вот, да. По этой фишке мы сейчас с моим другом плотно общаемся. Ну, не то, что плотно общаемся. Поэтому день через день. Конечно, с моими задачами, с моими вопросами в области здоровья и так далее, не зная, потяну я вообще этот проект или нет. Получится, не получится. Можно ли им заниматься постольку, поскольку. Но он максимально интересный. Потому что это все валюта связана с блокчейном. Это все связано с криптоактивами, криптовалютой и так далее. Не в той части, что сама по себе крипта. А сама по себе крипта это деньги. Сама по себе крипта это инструмент. А там за этим инструментом есть обычные объекты недвижимости на Бали, которые можно купить, построить. То есть, в общем, продажа, сдача в аренду, постройка недвижимости на Бали. Вот это вся интересная фишка и вся интересная тема. И очень бы хотелось этим позаниматься. И, собственно, надеюсь, что все-таки получится выкроить время и все это стартануть. Я уже, может быть, вам рассказывал. Уже я свой 1 миллион мультифинанс коинов выпустил. То есть, у меня уже есть свои собственные виртуальные деньги. Пожалуйста, обращайся, кому нужно, перешлю. По-моему, в прошлый раз я об этом говорил. Так, дальше. Дети. Ну, седание уже сальто начинает достаточно хорошо крутить. Уже сегодня тренер был им доволен. С разбегу разбегается, она бы тут прыгает, перекручивается. Там такие крутые прыжки. Но из-за того, что я его снимаю, он начинает по этому поводу париться и плохо прыгает. Поэтому я все-таки сделал предпочтение, чтобы он научился, чем хорошему кадру, как он делает сальто. У меня есть. Там для семейного пользования. Но что-то такого интересного для интернета нет. Он ничего не залетит, эти видосы. Может быть, в Телеграм скину. Так, да, надо все-таки стратегия, то, что Даня от гаджетов оттягивает. Да, понятно, что это такие бейбиситеры. Но фактически надо делать все, чтобы он как можно меньше с этим сидел. Надо купить, наверное, ему пару книг хороших, интересных. И пусть он читает, пересказывает. Наверное, вот такие вопросы будем делать. Потому что, когда я занят, когда мне на что-то поделать, Даня, иди, он садится в айпад и смотрит свою. Гей, Лен, Кабинков, Влад Бумага. Всю эту порнографию и ерунду. Так. У Илюхи тоже, ну так уже в айпад уже так залазить. Тоже сам проблема. Но что с ним делать, непонятно. Потому что иногда хочется отдохнуть. А кроме как айпада нет возможности ничего с ним делать. Так, ну про кошелек я рассказал. Про личную эффективность. Ну, опять же, какого качества, что и как. Вот, например, чтобы запустить это видео, я, например, там потратил минут 10. Чуть-чуть вспоминал, как микрофоны подключить и так далее, и так далее. То есть надо этот бизнес-процесс подрасписать. И все-таки подумать, как это делать максимально эффективнее. Максимально эффективнее. Потому что то, что сейчас происходит, не так эффективно, как хотелось бы. Ну и все. И погода у нас 8 дней была шоколадная, шикардосная. Я такой погоды, наверное, никогда не видел. 8 дней было солнце. Чуть-чуть никак на Бали. Ни ветерка, ни тумана. Не, ну ладно, ветерок, может быть, и был. Тумана не было. Ни дождя. Ну, может, за все время 2 дождя было. Там чуть-чуть похолодало. Ну, ладно, 5 дней, может быть, было. Основное это солнце. Кайф. Зелененькая травка. Еще в парке гуляли. То есть, я по максимуму гулял, кайфовал. И детей заставлял. Ну, они просились меня в какие-то игровые площадки, которые находятся внутри здания. Я говорю, мы туда не пойдем, потому что наступит скоро зима. И мы будем туда часто ходить. То есть, уже сегодня 10 ноября. А фактически уже там 20 дней до начала зимы. А у нас даже холодно особо не было. Ну, вот последние 2 дня похолодало. В общем, похолодало. Но, надеюсь, скоро опять потеплеет. И, может быть, так и зиму проскочим. Но то, что темнеет начало рано, это точно. Все, друзья. На этом тогда все. План на следующую неделю, наверное, сам пропишу. Потом в свободное время здесь уже не буду с вами этот момент обсуждать. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Наверное, до конца месяца, скорее всего, акцент будет в основном сделан на Telegram. Управляющую компанию. Инвестиции в недвижимость на Бали. Ну, и потом не только. Ну, вот, да. И, соответственно, здоровье. По своему весу, кстати, ни хера у меня. Извиняюсь за выражение. Пока не двигается. Что-то вроде. И держу это интервальное голодание. Но если не перейти на нормальное питание, не убирать булки, шмуки. А там, где я постоянно нахожусь и где меня закидывает судьба, там постоянно только булки. Потому что нормальной еды там нет. И столовых нет. Поэтому, к сожалению, так. Наверное, зимой это все гораздо тяжелее организовать. Но посмотрим. Может быть, тренировками добью. Ну, пока рвец не растет. Благо, там 93,5-94 вот в этом колеблется. Ну, был минимум 91. И, короче, эти 3 килограмма, они сильно разнятся. Даже внешне сильно разнятся. Все. В общем, всем хаджми. Ассалам алейкум. Всем пока. Хорошее настроение. Удачи. Увидимся в дневнике в следующей, надеюсь, на следующей неделе. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока.